МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине на интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Вернуться домой. Кто мешает украинке Анне Дурицкой, главному свидетелю убийства Бориса Немцова, выехать из России? Я хочу поехать в Казахстан. Опасности Авдеевки. Чем заняты боевики? Отвозят технику или накапливают силы? Москва-Киев. Без чего россиянам не обойтись теперь на украинской границе? Парламент сегодня собрался снова перекраивать главную смету. Голосовать решились только под вечер. До этого согласовывали правки, о чем договорились, кто и что требовал. Подробнее Екатерина Лысенко. Сказками и требованиями у стен парламента народных депутатов встречают шахтеры и чернобыльцы. Просят льготы не забирать и пенсии поднять. А в парламенте свои требования. В полуфустом зале еще задолго до заседания заблокирована трибуна. Гонтарева втратила кредит доверия рынков, кредит доверия в общество и мы требуем ее отставки. Пока вопрос по Гонтареве не будет решено, фракция Радикальной партии за нижней из законопроектов голосовать не будет. Есть позиция нашей фракции Блок Петра Порошенко. Она полностью совпадает с позицией президента, что после принятия решения о выдаче кредита Международным валютным фондом, возможно после получения первого транша, нами будет инициировано рассмотрение в парламенте вопросов вины посадовых осип, служащих в экономическом кризисе. Голосовать за изменения в бюджет планировали в 16.00, но позже коалиция перерыв продлила еще на час. За закрытыми дверями все это время согласовывали текст изменений, предложенный к админам. Лотереи не будут сплачивать військовый сбор. Это для меня очень интересно. Это единственное вопрос, которое мы требуем по податковому сняти. По бюджетному кодексу мы не против поддерживать. По бюджету будем рассматривать еще некоторые вопросы, но если это не будет торкаться в пенсионных низках... Видать документы, что он не будет бюджетом. Бюджет должен гарантировать, что если кому-то записаны додатки на такую сумму, то он должен получать. А получать невозможно, потому что дырка величезна. Мы отказались поддерживать уряд в вопросе того, что пенсионеры, которые работают и на данный момент військовыми, собирают в них або процент пенсии, або всю пенсию. Держслужбовцы, которые работают и пенсионеры, должны выбрать або пенсию, або зарплату. Оппозиция вообще решила не поддерживать какие-либо правки. Что они предлагают, чтобы было понятно. Расходную часть увеличить на 36 миллиардов, а доходную на 22. За счет вырезания социальных льгот. Вот сейчас они предлагают 15% забрать от пенсии. На нужный государство, чтобы сверстать этот бюджет. Меня возмущает, когда хотят сегодня ограничить выплату пенсии работающим пенсионерам и лишить работающих госслужащих полностью пенсии. Я считаю, сегодня в сложнейшее время, в первую очередь, нужно поднять социальные стандарты. В самом же зале рассматривать изменения в бюджет собрались только около шести вечера. Первое решение рабочий день продлили, а вопрос отставки Гонтаревой отложили до пятницы. Ольга Клюева, Екатерина Лысенко, Сергей Еременко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. И сейчас в Верховной Раде продолжается заседание. Удалось ли уже что-то принять, расскажет Екатерина Лысенко. Она с нами на связи. Катя, как настроены народные депутаты? Да, Наталья, добрый вечер. К этому часу, на самом деле, решений принятых не так уже много. Я повторю, что начали заседать депутаты только в шесть часов вечера. Продлили свой рабочий день. В это время в сессионном зале присутствует правительство в полном составе, во главе с премьер-министром. Главная задача народных депутатов сегодня – это внести изменения в налоговый, бюджетный и пенсионный кодексы, в пенсионное законодательство в своем выступлении. Премьер-министр признает, что нормы, которые предлагаются, непопулярные, но они нужны для того, чтобы получить кредит от МВФ. Я знаю про то, что это не лучший закон. У нас сейчас нет хороших решений. Будут хорошие решения, когда проведем реформы и стабилизируем ситуацию в стране. Этот уряд переплутал приоритеты. Вместо того, чтобы заниматься стабилизацией экономики, все силы кинуты на отримание чергового кредита МВФ. Сегодня наибольшая загроза – отсутствие индексации пенсии и зарплат и резкое подвищение тарифов. Первые голосования в парламенте были позитивными. В частности, парламент поднялся изменения в налоговый кодекс, и он радо увеличил ставку рейтной платы при добыче газа. Это решение приняли быстро, без особых обсуждений. А вот на следующем вопросе, вопросом изменения пенсионного законодательства, в парламенте возникли споры. Тут есть на 15% снижение пенсии для работающих пенсионеров, которые живут из остальных копейок, у которых нет на хлеб же и не только на государственной службе, а для простых людей. Не голосуйте за этот закон, он против людей. Есть пропозиция, враховать пропозицию и сделать вопрос обмежения пенсии работающим пенсионерам, тем временем, до 1 сентября 2016 года, а не постоянно, как пропонировалось законодательным проектом. Люди не живут просто в такой ситуации, без индексации заработных плат и пенсии. Мы видим, что наоборот, руководство Кабинета Министров, руководство Коалиции душит депутатов на принятие совершенно антинародных законов. Изменение пенсионного законодательства – это тот вопрос, который был спорным сегодня, в том числе сегодня весь день в рамках Коалиции. И сегодня пытались изменить пенсионное законодательство 4 раза подряд. Ставили на голосование, но провалили правки. После этого в зале объявили перерыв. Главы фракции Коалиции пошли совещаться в кабинет председателя главы Верховной Рады. И вот только что, буквально в эти минуты, это совещание закончилось. Только что депутаты вернулись в сессионный зал. И ожидаем, что какие-то решения будут, но уже позже. Наталья. Да, Катя, спасибо. Екатерина Лысенко о заседании парламента, которое все еще продолжается. И сегодня же Верховная Рада Украины приняла обращение к Надежде Савченко с призывом прекратить голодовку. Точка невозврата 6-8 марта. Эти даты определили немецкие врачи, которые обследовали Надю. Потом она уже не сможет вернуться к нормальной жизни. Либо останется инвалидом, либо погибнет. Савченко голодает уже 80-й день, протестуя против незаконного содержания в российской тюрьме. И сегодня же президент Петр Порошенко присвоил украинской летчице звание Героя Украины. Дорогие друзья, я принял решение о присвоении високого звания Героя Украины, справедшей украинской Герои, Надеи Савченко. Женщина, воина, которая стала символом незламенности украинского духа. Если хотите символом нашей перемоги, я очень надеюсь, что я буду иметь возможность, как президент, вручить вам золотую зерку Героя. Алексей Гончаренко вернулся в Украину. Два часа назад нардеп прилетел рейсом из Москвы в аэропорт Борисполь. Вчера его задержали во время траурного шествия в память о Борисе Немцове. Нардеп рассказал, что его избили полицейские и пять часов продержали в участке. После этого отпустили. Сегодня должен был состояться суд, но услышание отменили, не предъявив Гончаренко никаких обвинений. Но теперь уже сам он намерен судиться. Они говорят, что они не имеют претензий к мне, но я имею претензии к МВС РФ. Я надав заяву официально, имею ответственный корешок, он, мне кажется, где-то здесь со мной, про то, что они использовали физическое насилие к мне. Мои адвокаты подали заяву до прокуратуры из-за того, что их к мне не пускали. Аватана Дурицкая до сих пор не может выехать из России. Единственную свидетельницу убийства Бориса Немцова каждый день. Под усиленной охраной возят на допросы. Не будет ее завтра и на похоронах российского оппозиционера. Консульство Украины в России призывает отпустить Дурицкую. В скайп-интервью телеканалу Дождь она рассказала, что не видела, кто стрелял, поскольку убийца находился у нее за спиной. Заметила лишь только автомобиль светлого цвета. Сейчас у меня статус свидетеля. Я давала все показания, которые возможны, и я не понимаю, почему я нахожусь до сих пор на территории Российской Федерации. Так как я хочу поехать к моей маме, которая больна, и которая находится в очень тяжелом психологическом состоянии. В Киеве попрощались с Михаилом Чечетовым. Он ушел из жизни в ночь на субботу, выпрыгнул с 17 этажа. Кто провожал экс-нардепа в последний путь, и какие версии произошедшего выдвигают его соратники? Подробнее Елена Зорина. Церемония прощания с одним из самых одиозных и самых публичных политиков времен Януковича проходит не публично. По периметру охрана и милиции, а прессу на территорию не пускают. Объясняют вот как. Власти никогда не хотели. Кто на шикарных машинах, а кто и пешком. Друзья, соратники, бывшие коллеги по парламенту идут один за другим. Все с цветами, в основном немногословные. Ничего не можно сказать. Не до этого, девочка. Иди-ка, Олег, спасайте свои. И сами не о чем говорите. Был мой декан. Дуже добрая людина. Профессионал свои справа. Здесь и бывший глава фракции партии регионов Ефремов, и экс-ректор налогового университета Мельники, бывший нардеп Калашников, депутаты от оппозиционного блока. Есть ли те, кого разыскивают, к примеру, бывший министр образования Табачник, не разобрать не ясно, и был ли кто от представителей нынешней власти. Все, что происходит внутри, скрывает вот эта машина. Михаил Чечетов свел счеты с жизнью. В ночь на субботу шагнул из окна своей квартиры на 17 этаже в спальном районе Киева. В интернете появилась и предсмертная записка. Ее обнаружила жена. Следствие начало уголовное производство по факту умышленного убийства. Но основная версия пока самоубийства. В основном считать, что это двойное самоубийство, умышленное убийство, на данный момент нет. Были выучены его записи, компьютер, другие предметы. Предназначены определенные экспертизы. Соратники больше склонны верить, что Чечетова к этому шагу кто-то подтолкнул. Но кто на этот вопрос, у них ответа нет. Не могу поверить в это. Он человек, который любил жизнь. Он всегда был таким оптимистом. Не совсем легко было со здоровьем. Мне кажется, что в любом спокойном обществе, спокойном повторюсь, наверное, сделали бы серьезные выводы и как минимум попытались разобраться с теми, кто так или иначе подтолкнул к этому. То, что он все-таки не написал в своей записи причину, оно очень подозрело. В разные годы Михаил Чечетов был и депутатом, и главой фонда госимущества, и внештатным советником президента. В парламенте запомнился своим дирижированием, когда руководил голосованиями, а еще по диктаторским законам 16 января. Именно из-за этого проходил по делу генпрокуратуры. Но те, кто его хорошо знал, вспоминают о нем так. О покойнике, как говорят, либо ничего, ну, знаете, как это говорят. Я его уважал как человека, поэтому я сегодня здесь. Церемония прощания длилась чуть больше двух часов. Похоронили Михаила Чечетова на Южном кладбище, недалеко от столицы. Елена Зурина, Игорь Сулий, подробности, телеканал Интер. Не дня без обстрелов, так обычно живут люди в прифронтовой Авдеевке. Но вот сегодня выдалась передышка, боевики не сделали по городу ни одного выстрела. Из Авдеевки подробнее, Станислав Кухарчук. Сегодня Авдеевка словно ожила. За последний месяц это первый день без врывов и стрельбы. Крупкое перемирие местные жители стараются использовать максимально эффективно. Пополняют запасы воды и продуктов. Будет ли такой шанс завтра, никто не знает. Абдеевка как раз на линии фронта. Сейчас вся в руинах. Небольшой городок террористы утюжили из минометов, градов и тяжелой артиллерии. Здесь сложно найти хотя бы один целый дом. Эта семья эвакуировалась из Авдеевки еще месяц назад. Сегодня приехали забрать вещи из квартиры. Ищут их среди осколков стекла и кусков плитки. Так и стенку попробевала. Стены попробевала? Стенку. А, стенку. Лебель. Ага. Дырки. Мелки. Ну и маленькие. Для тех, кто остался в Авдеевке, жизнь превратилась в ад. В городе нет света, тепла и даже воды. Магазины работают, но поставщики не рискуют подвозить продукты. Это очередь за гуманитарной помощью от Красного Креста. Ее выдают строго по паспортам. Они с талончиком приходят. Мы находим их в питочке, расписываются и выдают. Никакой волокиты, ничего нет. Перемирие крайне ненадежное, говорят военные. За последние сутки боевики 32 раза обстрелили позиции украинской армии. И, похоже, придерживаться минских договоренностей они не собираются. Большинство этих обстрелов – это стрелецкое оружие. Проте все же мы фиксируем и минометные обстрелы. Это створится с метою провокации, чтобы провокировать наших воинов на огонь у Витвы. По информации нашей разведки, вместо того, чтобы отводить тяжелое вооружение, боевики накапливают его на линии столкновения. Наиболее опасный участок – Донецкий, как раз в районе Авдеевки. Станислав Кухарчук, Александр Данилов, Руслан Терентьев. Подробности – телеканал «Интер». И у нас на связи Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Что в направлении Дебальцева сегодня? Здравствуй, Наташ. На Дебальцевском направлении привыкают к тишине. Крайние украинские позиции теперь на перекрестке Светлодарск-Мироновская. В районе этих населенных пунктов уже неделя, как не стреляют. Силы АТО продолжают отводить тяжелую артиллерию, но неспешно. Изучают обстановку и просчитывают действия противника. Это не означает, что сразу все поднялись, собрали все гарматы и отвезли. Если это, например, направление, где наблюдается накопление сил и средств противника, то с этой территории фронта артиллерия не будет отводиться такими быстрыми темпами. Тем временем в разбитые села, куда еще неделю назад и подъехать было нельзя, боевики вели шквальный огонь из тяжелых орудий. Теперь постепенно возвращаются люди, восстанавливают инфраструктуру. И первым делом занялись отоплением. Света нету. А мы, газовщики, то, что можем, что наше силу, то мы делаем для того, чтобы людям хотя бы газ дать, для того, чтобы люди могли хотя бы обогреться немного. И при всем этом люди понимают, что линия фронта передвинулась, и теперь они на краю. Вот этот вот кордон последний, наверное, на нашем перекрестке последний украинский кордон стоит. А уже бояться некуда. С квартирю осталось полквартиры. Некоторых домов нету. Ну, а что бояться? Надо что-то строить, ремонтировать. И вот главное свидетельство мира в этом секторе. За последние сутки здесь не пострадал ни один мирный житель, ни один военный. Как нам рассказали военно-полевые медики, в эти дни среди их пациентов только больные гриппом. Поранених уже сколько дней? Три-четыре немае. Есть такие дальние блоки, что они не забезпечены ни леками, ни одягом, ни харчами. Мы стараемся туда доехать. Наташа, вот такие новости из района трассы Артемовск-Дебальцево. Спасибо, Ира. Ирина Баглай была с нами на связи. Окупированный Донецк и Луганск о том, что там происходит, с какими проблемами сталкиваются люди. Они каждый день нам рассказывают по телефону. Давайте послушаем. В Донецке по-прежнему нет работы. За ниш по объявлениям либо все набрано, либо зарплата такая, стоит ли вообще работать. Наверное, проезд будет дороже обходиться. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее это все заканчивалось, потому что силы все-таки периодически на окраинах бывают. В общем, ждем мира. Идет значительное повышение цен на продукты питания. Это первое. Во-вторых, люди не могут получить пенсии. Я одно могу только пожелать, чтобы система массовой информации Украины все-таки заработала здесь. До тех пор, пока этого не будет, будут очень большие проблемы. Слава Богу, что как бы вот так не слышны, по крайней мере, взрывы. Каждый день цены поднимаются на продукты, на бытовую химию. Главное сейчас выжить. Какое может быть настроение у людей, когда нет денег? Каждый день стоит вопрос, чем накормить, ну, не то что себя там уже, а своего ребенка. Берет Игоря Плотницкого в предуниверситет Луганский. И перед этим всех строго-настрого предупредили о том, чтобы глупых вопросов не задавать, о зарплате и идеях, и перспективах ЛНР не спрашивать, иначе это чревато большими проблемами. И выступал министр, кажется, сельского хозяйства. И вот из его речи можно было понять, что проблемы очень большие. И перспективы у посевной на Луганчине очень туманные и неопределённые. Потому что топливо, всё уходит на военные нужды. А для того, чтобы сеять пшеницу, рожь и так далее, оно никому не надо. Александр Пантелеймонов с нами на связи. Он знает о том, что происходит сегодня в направлении Мариуполя. Саша, здравствуй. Какие новости у тебя? Да, Наташа, вот продолжаются обстрелы возле Мариуполя. Сегодня ночью боевики обстреляли поселок Широкино из гранатомётов и миномётов. Вообще в районе посёлка, в окрестных посёлках даже находиться по-прежнему небезопасно. Здесь работают постоянно вражеские снайперы. Также в любой момент могут террористы начать из любого вида вооружения. И только днём, когда на месте работают представители ОБСЕ, наступает такое временное затишье. Мы работаем над прекращением огня. У нас сегодня нет никаких данных о обстрелах. Сегодня спокойно и тихо в Широкином и Бердянском. Наши военные говорят, что боевики по-прежнему накапливают силы, не отводят тяжёлую технику. Вот по последней информации, под Широкино прибыли вражеские танки. И поэтому наши военные тоже не спешат сразу отводить всё своё тяжёлое вооружение. И вот этим вот дневным затяжением пользуются местные жители. Выходят немного поработать, прибраться на приусадебные участки. И вот хочу сказать, что в окрестных сёлах возле Широкино очень плохо достаточно работает транспорт. Редко ходят автобусы. Жителям приходится передвигаться пешком до Мариуполя и обратно. В городе они покупают продукты и получают пенсию. Ну и вот по самой последней информации, боевики буквально вот около двух часов назад снова обстреляли Широкино из стрелкового оружия. И также есть информация, что сейчас в Мариупольском госпитале попали трое наших бойцов, которые получили ранения в результате боестолкновения с диверсантами врага. Один из бойцов погиб. И вот сейчас данные этого происшествия уточняются в местном штабе АТО. Пока у меня всё, Маташа. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов о ночных обстрелах боевиками Мариупольского направления. О выполнении минских договорённостей говорили на встрече в Женеве госсекретарь США и глава российского МИДа общались за закрытыми дверями. Большинство российских СМИ в один голос утверждают, что тема санкций на встрече не обсуждалась. И тем не менее, вот что сказал Джон Керри после переговоров. Я вновь призываю российских лидеров и сепаратистов немедленно поддержать минские соглашения и выполнить их везде. Если этого не произойдёт, тогда будут последствия, и они затронут российскую экономику. Санкции нефть, контракт и суд. Российский олигарх грозит иском британскому правительству. Под большим вопросом миллиардная сделка. Почему, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Великобритания не рискует связываться с российскими компаниями. Даже теми, на которые санкции не распространяются. В зоне особого риска предприятия нефтяной отрасли и люди из ближайшего окружения Путина. Вот Лондон и перестраховывается в ожидании следующей волны санкций и расширения чёрного списка. В результате под угрозой срыва сделка века компании Letter One, принадлежащей одному из богатейших людей России, миллиардеру Михаилу Фридману. Letter One ещё в прошлом году заключила соглашение с немецким энергетическим концерном РВЕ. За 5 миллиардов евро российская фирма собралась купить дочернюю компанию немецкой РВЕ ДЭА. Загрузка в том, что в активы ДЭА входят британские нефтегазовые месторождения в Северном море. Из-за этого и застопорилась сделка. Против выступило Министерство энергетики Великобритании. Там опасаются, если месторождения будут подконтрольны российскому олигарху, то из-за возможного ужесточения санкций придётся приостановить добычу нефти и газа в Северном море. Правительство предпочитает найти покупателя понадёжнее. Но невзирая на официальную позицию Лондона, Михаил Фридман на покупку настроен решительно и даже грозит судом, если британцы заблокируют сделку. Этот случай ещё раз показывает, насколько серьёзно Лондон относится к выполнению санкций. Поэтому и делает всё, чтобы потом всё не обернулось ещё большими убытками. Северна Чернецкая, Иван Кермаков. Подробности. Британское бюро телеканала ЮНТО. В Брюсселе продолжаются газовые переговоры с участием Украины, России и Европейской комиссии. Встреча проходит на уровне министров энергетики без традиционного участия главы Газпрома Алексея Миллера. Стороны собрались обсудить поставки российского топлива в Украину. Но Еврокомиссия настаивает, что Газпром нарусил условия трёхстороннего меморандума и контракта, подписанного 30 октября. Из-за чего украинские потребители недополучили газ по графику. Что делать с украинской экономикой и как получить средства на её восстановление? В Евросоюзе, видимо, решили говорить об этом уже не только с властями Украины, но и с представителями реального сектора экономики. В Вене пройдёт международный форум «Украина завтра», на котором будет представлен план модернизации страны. Подробнее Геннадий Вивденко. Это здание дворец Фрестеля, названо по имени его архитектора. Здесь и Венская биржа была, и Национальный банк Австрии. А завтра тут будут говорить о новой архитектуре Украины и больших деньгах для неё. Большая встреча так и будет называться «Украина завтра», и она будет иметь совершенно особенный характер для таких переговоров. Украинская делегация прибыла на день раньше и только что провела, так сказать, предфорумную подготовку, обсудив ещё раз, о чём будут говорить с европейскими партнёрами. Те прибудут завтра утром. Уровень очень высокий. Еврокомиссар по вопросам расширения – Йоханнес Хан, лорд Ричард Ризби, замглавы правящей партии Германии – Карл Георг Вельман. Всего особейших сторон 250 участников. Достатньо широкая картина стану бизнесу и широкий календарь пропозиции. Будет заявлена певная пропозиция, на которую, я думаю, наши коллеги або смогут быть хорошими провайдерами Украины. Украина как проекта с точки зрения залучения инвестиций. По оценкам участников форума, отток инвестиций из Украины в 2014-м был более 12 миллиардов долларов. Производство падает так стремительно, что работу потеряли около полумиллиона человек. В текущем году возможный прогноз – ещё плюс миллион безработных. Этот форум даст новый поштовх до увеличения продуктивной занятости украинцев. Я сегодня немножко говорю на Нараде о продуктивной занятости украинцев в Украине. Чтобы наши украинцы работали граждане не только за территориями, а и тут. И добавленную вартость делали в Украине. Особенность завтрашней встречи здесь не будет представителей украинского правительства. Европейские официальные лица станут говорить напрямую с представителями профсоюзов и работодателей. Ставничук добавляет, важно, что украинцы будут говорить с теми, кто знает, как действовал послевоенный план маршала. Это многомиллиардная программа помощи странам Европы, разрушенной Второй мировой войной. Названа по фамилии американского госсекретаря США, на территории которых не велись боевые действия. Профинансировали и передали технологии двум десяткам европейских стран. Программа была крайне успешной и достигла своих целей. Ориентир объёма инвестиций для Украины заявленной Федерацией работодателей и профсоюзами – 300 миллиардов долларов. Завтра во дворце Фрестеля прозвучат идеи, как их привлечь. Геннадий Вивданко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер из Вены, Австрия. Прямую трансляцию форума можно будет посмотреть на сайте подробностей и на спутниковом канале Интер+. Она начнётся завтра в 11 утра. Въезд в Украину для россиян теперь только по загранпаспортам. Такие правила стали действовать с 1 марта. Зачем их ввели и есть ли проблемы с пересечением границы, расскажет Лидия Калинина. В Субской области тести, тёща, мои пожилые, они к ним нужно ездить постоянно. Григорий пересекает границу несколько раз в месяц. Сам он россиянин, жена и дети – украинцы. Сейчас срочно выезжает в Белгород, чтобы получить загранпаспорт. Обратно по российскому уже не пустят. Нормально всё. По загранпаспортам, так по загранпаспортам. Наше дело – быть послушным властям. На пропускном пункте Гоптовка в Харьковской области череда машин в сторону России. И почти пустая полоса на въезд. Чтобы таких скандалов были, то нет. Зрозумимо оставится. Новые правила должны помочь лучше отслеживать, кто въезжает в Украину. Самые большие неудобства для жителей приграничных областей. Люди, которые ездят на работу из одной страны в другую, у кого родственные связи. Если, допустим, какие-то срочные сейчас дела возникли, они просто их не смогут сделать, пока загранпаспорт не получат. Но для тех, кто живёт рядом с границей, сделали исключение. Они по-прежнему смогут пересекать кордон без загранпаспорта. Правда, только на местных функциях пропуска и пешком. Российскую сторону о новшествах предупредили заранее, как и постоянных перевозчиков, чтобы те сразу проверяли, есть ли у их пассажиров нужные документы. Услышали не все. В Одесском аэропорту двоих москвичей пришлось отправить обратно. А российские СМИ уже стали спекулировать на теме новых пограничных правил. Сегодня раструбили новость. На Гоптовке умер пожилой мужчина. Якобы из-за того, что 69-летнего пенсионера не пустили в Украину. Но пограничники вот так комментируют происшедшее. Что же касается граждан России, которые въехали в Украину до вступления в силу новых правил, то им переживать нечего, говорят в Госпогранслужбе. Они могут находиться в Украине до 90 суток и вернуться по тем документам, по которым въехали. Лидия Калинина, Андрей Анастасов, Александр Яновский, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер». Профессиональные менеджеры или политические назначенцы, кто все-таки возглавит только залезницы у аэропорта Борисполь и Львов? Попытка Министерства инфраструктуры провести прозрачный конкурс на должность директоров провалилась. Об этом в Фейсбуке написал замминистра Владимир Амелян. Помешал этому экс-менеджер, обанкротившийся авиакомпанией «Аэросвит» Кирилл Звонарев. Он подал иск в Днепропетровский окружной суд, и тот запретил правительству проводить этот отвод. Сам Звонарев – человек, связанный с группой «Приват». Рассмотрение дела по иску Звонарева намечено на 5 марта. И в сети появилось видео возможного похищения днепропетровского чиновника Александра Величко. Это видео с камеры наблюдения, установленное возле здания обл. администрации. Видно, как несколько человек высаживаются из микроавтобуса и джипа, хватают идущего по улице мужчину и заталкивают его в машину. Предположительно, это Александр Величко, но точно сказать сложно. Лица мужчины и остальных участников сцены рассмотреть практически невозможно. Начальник Департамента корпоративных прав Горсовета Александр Величко исчез 25 февраля. Через несколько часов он позвонил руководству и рассказал, что его силой удерживают в неизвестном месте. Жил ли он вообще? Меня это больше всего интересует. На связь до сегодняшнего дня никто не выходил. Я написала и прокурору города, я написала и прокурору Украины, и в СБУ. Столичная прокуратура взялась за скандально известного судью Аберемко. Уже открыли уголовное производство. В ночь на минувшую субботу он не остановился по требованию ГАИ, а убегая, выскакивал навстречу, когда все же остановился, достал пистолет и направил его на инспектора с угрозами. Следователи уже допросили свидетелей и работников ГАИ. Сам Аберемко сегодня явился в прокуратуру, но объяснить свое поведение отказался. Дело открыли по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийства». Светит от 3 до 7 лет, но поскольку в Украине судьи имеют определенный иммунитет, привлечь его к ответственности быстро не получится. Для того, чтобы сообщить судьям о подозрении, установлена процедура. По-перше, генеральный прокурор или его заступник сообщает о подозрении судьбе. Это по-перше. А по-друге, генеральный прокурор возвращается к Верховной Раде Украины правительственной судьбе от посадок. Ця процедура ее отрывала. Посмотрите подробности и далее в нашей программе. На своих двоих. Как регионы переживают подорожание проезда? 20 тритов в день и интервью о светлом будущем. Есть ли шанс очередного пришествия Сарказеевского? Огружной административный суд Киева обвиняет власти в давлении. Уже вторую неделю столичная прокуратура и УГОП проводят здесь обыски. А теперь 4 судьи получили повестки в зону АТО. Они убеждены, что это месть за отмену судом решения Кабмина о приостановлении соцвыплат на Донбассе. Среди мобилизованных у судья Кузьменко, который вел дело о запрете Компартии, остальные ведут иск иллюстрированных чиновников, утверждают, что на суде оказывают давление, чтобы затянуть эти дела. Сроки их рассмотрения будут просто растягиваться. Люди будут ставить в очереди. Если в нашем суде есть по штату 43 человека, в наличии 23, то какое-то количество надо забронировать, иначе суд просто остановится и не будет работать. Дешевле только пешком. Проезд в маршрутках дорожает. В некоторых областях тарифы выросли втрое. Как выкручиваются пассажиры и на что рассчитывают перевозчики? Из Запорожья Днепропетровская Николаева, наши корреспонденты. Последнее подорожание проезда в Запорожье было перед Новым Годом на 50 копеек. И вот снова в среднем тариф поднялся на гривню. Сейчас он составляет 4,50. Было дизельное топливо 20 гривен. Они попросили хотя бы на 50 копеек увеличить до 4 гривен. Когда мы согласовали с общественностью увеличение на 50 копеек, дизельное топливо выросло на 6,50, то есть до 26,50. Но и этого мало, говорят перевозчики. Машины работают чисто на топливо, потому что запчасти все покупаются в долларах. Если у машины будет большая поломка, соответственно машины станут. А купаемости нет. Запорожские чиновники успокаивают. Цены могут и пересмотреть, если бензин подешевеет. А вот в Днепропетровске 4 гривни за проезд горожане платят уже давно. Но перевозчики требуют поднять еще вдвое. В мэрии своя калькуляция. Для больших автобусов вместимостью более 5,10 метров. Это граничный тариф будет 5 гривен. А для остальных транспортных средств граничный тариф 6 гривен. А вот общественные активисты утверждают, даже у ЧТВ подорожание топлива, тариф 5 гривен будет уже прибыльным для днепропетровских маршрутчиков. Дескать, перевозчики давно хитрят. В некоторых случаях реальный расход 13 литров на 100 километров. В реальность они пишут около 20 литров. То есть пассажировый поток на некоторых маршрутах они занижают в 2 раза. Сколько будет стоить проезд в днепропетровских маршрутках, решат завтра на заседании ГУРИС полкома. Но уже сегодня на некоторых маршрутах водители требуют с пассажиров по 5 гривен. Скорее всего, повысят тариф и в Николаеве. На этом настаивают перевозчики. Пассажиры, естественно, против. Топливо водорожало, заправляться надо на 200 гривен больше. 4,55 хотя бы, чтобы было. На один рейд это много. Это все-таки проблемы государства, что поднимается цена на бензинное топливо. Пока же власти и перевозчики договариваются о новом тарифе, в целях экономии сократили количество рейсов на маршрутах. Отработать графики и интервалы так, чтобы люди могли спокойно и в вечернее время, и в утреннее время, особенно сейчас и пик, доехать домой. Утвердить новые тарифы на проезд Николаевские власти обещают уже на этой неделе. Ведь несмотря на то, что доллар немного подешевел, цены на заправках остаются заоблачными. Сергей Бордюжин, Наталья Греченко, Кирилл Ющишин. Подробности телеканал Интер. Услышали и теперь грозят проверками всем ПТУ области. Так кировоградские власти отреагировали на наш сюжет о невыносимых условиях проживания учеников местного профтехучилища номер 9. Напомню, речь шла о том, что в общежитии регулярно до 16 часов в сутки отключали свет и газ. Также ребят даже из малообеспеченных семей заставляли отдавать материальную помощь в фонд училища, якобы на ремонт. После выхода сюжета свет и газ в общежитие вернули, а в Кировоградской облгосадминистрации нас огорошили неожиданным признанием. Солнечные батареи, гидро- и ветряные станции вместо дорогого импортного угля, газа и ядерного топлива. Зеленая энергетика в Европе норма, а в Украине, как оказалось, не нужна. Представители рынка рассказывают, что Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и вичный министр энергетики Владимир Демтишин решили снизить тарифы на услуги так называемых компаний более чем наполовину. Их владельцы считают, что это похоронит зеленую энергетику, их работа станет просто нерентабельной и собираются обратиться в суд. Нет никакого диалога, в принципе. Бывшим главой НКРЕ Демчишиной мы встречались месяца 4 назад, он нас не слышал, а став министром просто игнорирует вообще. Нам кажется, что по крайней мере заменять выводимые старые мощности атомных тепловых электростанций нужно только исключительно возобновляемой энергетикой. Поддерживать инвесторов нужно. Полицейские патрули, обыски и аресты в немецком Бремене опасаются возможных терактов. Кто может их организовать и что известно спецслужбам? Подробнее Татьяна Лагунова. Наряды вооруженных полицейских возле главных достопримечательностей города, ратуши и синагоги. Уже несколько дней немецкий Бремен живет в страхе. Усилить охрану распорядились местные власти и объяснили возможные теракты. Мол, есть конкретные данные, что готовится атака. Якобы радикальные исламисты, за которыми уже давно ведется наблюдение, пытаются приобрести оружие. В выходные полиция обыскала один из мусульманских культурных центров, несколько частных квартир и даже задержала двоих человек. Правда, после допроса их отпустили. Власти Бремена сообщили, в этот раз, похоже, все обошлось, но расслабляться никто не собирается. В Германии и у нас в Бремене существует угроза. Но мы пришли к выводу, что принятые меры безопасности можно немного смягчить. В городе и дальше будет много полиции, но ее присутствие станет не так заметно. Бремен не единственный немецкий город, где в последнее время объявляли о террористической угрозе. Не так давно в Дрездене отменили демонстрацию движения Пегида в Брауншвайге. Традиционный карнавал. Тоже были данные о возможных атаках. Да и глава федерального ведомства по защите Конституции Ханс Георг Массен предупредил, теракты в Германии это не абстрактная угроза, а скорее вопрос времени. Под особым наблюдением спецслужб немцы, которые воевали в рядах ИГИЛ и вернулись домой, таких более 200 человек. Татьяна Лугунова, Геннадий Никейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Ледяное купание Леди Гаги, колумбийцы без штанов и костюм астронавтов комиссионки. Об этом и не только в нашем обзоре. Форбс назвал богатейших людей планеты, как и в прошлом году лидирует Билл Гейтс. Его состояние более 79 миллиардов долларов. Без изменений и вторая строчка ее занимает Карлос Слим, у которого чуть больше 77 миллиардов. За ним американец Уоррен Баффетт и его 72 миллиарда 700 миллионов долларов. В списке стало меньше миллиардеров из России, у украинцев всего пятеро. Хромой кавальера. Сильвео Берлускони сломал лодыжку. Травму он получил несколько дней назад, когда выходил из машины. Теперь бывший премьер-министр Италии сможет передвигаться лишь на костылях, заявил его врач. Барахолка поможет с экипировкой для космоса. Жительница Торонто обнаружила в комиссионном магазине форму астронавта Кристофера Хелфилда, который командовал экспедицией МКС-35. Костюм первого канадца, который вышел в открытый космос, женщина купила за 40 долларов. Интернет-роман стоил американке почти полтора миллиона долларов. В течение 18 месяцев женщина добровольно перечислила деньги бойфренду, которого ни разу не видела. 46-летняя Сара уверена, Крис любит ее, приедет и женится на ней. Якобы временно он живет в Африке, но вернуться домой каждый раз мешают обстоятельства неодолимой силы. День брюки-ов прошел в Колумбии. Тысячи молодых людей разгуливали по улицам в нижнем белье. Акция прошла в городе Медельин. Ее участники выступают за свободу самовыражения. Идею позаимствовали у всемирного ежегодного флешмоба «Метро без штанов». Лиди Гага сиганула в ледяную воду ради благотворительности. Певица и ее возлюбленные искупались в озере Мичиган, чтобы привлечь средства для организации, которая устраивает спортивные соревнования для людей с умственными отклонениями. Певица еще и сделала сюрприз, появившись без предупреждения. Акция собрала более миллиона долларов. В Финляндию на конкурсе «Евровидение» представят участники с аутизмом и синдромом Даунов. В Австрию поедет квартет под названием «Перьки Курикан Ними Павиат». Это будет первый панк-коллектив на конкурсе. По словам букмекеров, он уже является фаворитом ставок. Конкурс пройдет в Вене с 19 по 23 мая. Возвращение Сарказии. Почему политик начал все чаще мелькать на публике? И кто покушается на его электорат? София Гордиенко из Парижа подробнее. Уже неделю, как Саркази повсюду строчит по 20 твитов в день, в дружественной прессе дает интервью о сером настоящем и радужном будущем. Если, конечно, вернет бразды правления республикой в свои руки. И даже выходит в люди. Николя, давай, возвращайся. Да, придется. Нам предстоит еще поработать и кое-что сделать. Да? Активность Сарказии объясняется просто. В конце марта во Франции стартуют региональные выборы, а правые проваливаются по рейтингам. Им на пятки наступают националисты во главе с Марин Липен. Первые волнуются, вторые потирают руки, не забывая при этом критиковать друг друга. И социалистов. Я не хочу говорить об этой даме. Она не больше, чем симптом. Проблема не в ней. Если мы сломаем градусник, мы не вылечим болезнь. Состояние нашего сельского хозяйства – это последствия деяний социалистов и правых. Это не летально, но просто результат плохого выбора. Но если социалистов бояться особо нечего, их приверженцы вряд ли когда-либо проголосуют за ультраправых, то Сарказии первый, у кого Липен оттянет голоса. Обещания у нее те же, а репутация почище. На этой неделе мадам Липен отправляется с избирательным туром на юг Франции. Туда, где исторически сильны позиции правых. Вот чтобы вернуть своих избирателей, Сарказии приходится активизироваться и тоже собираться в турне. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Следите за развитием событий на нашем сайте «Подробности.ua». Информация о этом постоянно обновляется. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин